так всем привет сегодня будем менять втулки стабилизатора поперечной устойчивости устойчивости передней подвески автомобилей вас именно вот эти вот резиновые втулки раз втулка втулка 2 которая стоит вместе крепление стабилизатора кузову второе крепление кузову тоже резиновая втулка но и втулка есть еще одна правом рычаге тоже резиновая значит сразу скажу меняем втулки мы смотрел проверяя их состояние по этой втулке мы видим что втулка лопнутая в нескольких местах ну это пол беды втулка еще и неприятно издает скрип сейчас я установлю камеру вот вот такой вот примерно скрип издает втулка это скрипит именно втулка стабилизатора значит сам стабилизатор в этих местах в местах там где он сидит на втулках может издавать вот такой вот скрип может издавать стук едете по кочкам по неровной дороге стучит думаете опора меняете опору одну вторую рулевую тягу это оказывается тупо стучит стабилизатор как проверяем берем его двумя руками хорошо хватаемся за него и со всей дури дергаем разные стороны должен он на втулках стоять мертво может стучать и вот в этом месте крепление его кузову сейчас секунду я вам показывал в этом месте тоже берем хватаемся двумя руками и вверх-вниз дергай проверяем мертво стоит значит перед тем как менять втулки все обильно замачиваем в дэшкой особенно вот этих да и шпильки крепления лонжероном обливаем все хорошо замачиваем кто чем я замачиваю в d40 даем откиснуть здесь у меня стоит по две гайки не думайте что это сорванная резьба таким образом второй гайкой я защищаю резьбу саму сам остаток шпильки от грязи от всего остального то есть скручивая эту гайку резьба у меня под ней уже будет чистая вторая гайка пойдет уже без каких-либо усилий замачиваем все хорошо в дэшкой под эти вот именно вот эти шпильки эти шпильки у нас зачастую могут облама обламываются в основном кто не замачивает кто начинает резко крутить не разработав гайку не подав ее туда-сюда у кого трудно идет шпилька обламывается приходится в этом случае снимать стабилизатор высверливать ну то есть тут то можно и по месту высверливаем в рычаге высверливаем полностью шпильку и вставляем сквозняком с этой стороны болт также сама и вверх если вдруг у вас такое получилось что обломали шпильку высверливаем все полностью и вставляем сквозной болт ничего тут страшного нету никакой сварочных работ свернул дрель шуруповерт у кого что поэтому что сразу их не обламывать рекомендую замочить кто чем замачивает ждем пускай откисают ну что начнем замену откручиваем гайки гайки значит расскажу немного чтобы поменять эти втулки крайние на крепление нижним рычагам стабилизатор снимать не обязательно втулки меняются на месте смотрим гайка у нас на этом месте чуть ржавчина разрабатываем ее зад вперед чтобы не случилась неприятность еще раз брызнем в дэшкой пускай постоит откручиваем верхнюю еще значит нюанс вот эти кронштейны вот железные скобы вот эти которые держат резинку левая и правая не взаимозаменяемые они разные то есть с виду если мы их покрутим так с первого взгляда они как бы нет разницы вверх вниз но разница установки их есть поэтому или же запоминаем как мы их снимали а лучше всего намечаем чем-нибудь наметить так как уже тут залито все или воды 40 или керосином как бы невозможно то можно при ее снятии ее снятии просто например на верхнее отверстие прикрутить проволочку то есть это у нас значит будет вверх и отложить в сторону потом при установке поставить правильно потому что вроде бы смотрим как бы можно и так поставить начинаешь мучаться по неопытности если особенно верхнюю попал попал верхнее отверстие резинка играет то сможет чуть-чуть там не до оттягивается нижние начинаешь мучаться пытаться натянуть а просто-напросто не так ставишь как положено так гайка у нас пошла значит почему не использую головки и трещотки в этом случае нам надо видеть само движение гайки как она к так здесь вот стоит у нас гровер сейчас возьмем какую нибудь отвертку сейчас возьмем какую нибудь отвертку вот у нас стоит здесь гровер вот под гайками оба видим так о чем я продолжу нам надо видеть вот движение гайки как она идет вместе со шпилькой то есть голову шпильки скручивает или же или же сама откручивается вот пошло туда-сюда раскачали раскачали и пойдет не идет делаем два шага назад закручиваем шаг вперед откручиваем то есть резьба у нас чистится и идет значит еще нюанс лучше стабилизатор менять на так сказать правая и левая сторона автомобиля должна быть в одинаковом положении потому что если например у вас правая сторона поддомкрачена будет а левая сторона будет опущена и вы начнете вот так раскручивать эту часть стабилизатора потом снимать скобу стабилизатор может сыграть выстрелить повредить руку повредить резьбу на шпильке ну то есть неприятно стабилизатор сделан пружинный служит он для выравнивания сторон автомобиля например если крен идет на левую сторону левую сторону он держит от сильного крена а правую сторону он как бы так снимаем гровер и снимаем саму скобу поддеваем отверткой все сняли запоминаем вот вверх вот в таком положении стоит скоба запоминаем ложим теперь берем монтировку монтажку кто как называет и вот таким образом стабилизатор поднимаем как бы вверх и снимаем старую снимаем старую втулку так сняли втулку вот у нас втулка раздавлена фигня короче именно получилось на моей на водительской стороне видно сильно я постоянно поворачиваю направо или налево неважно короче смотрим еще покажу вам блин не взял ладно ладно во второй части видео где попытаемся снять средние втулки смотрим вот тут проверяем может быть зачастую у кого прилично прошел давно не менялся стабилизатор в этой части прямо чувствуется приличная выработка желательно конечно этот стабилизатор поменять втулка новая это будет его держать в общем-то расплющится там прижмется как-то будет держать но опять же скажу стабилизатор с выработкой неэффективно будет работать быстро будут изнашиваться втулки раздавливаться то есть не таких он уж больших денег и стоит поставить новый машина как бы будет более устойчивей себя чувствовать на дороге и так устанавливаем новую втулку опять же вот так таким вот образом отводим стабилизатор на запомнили примерно то место где стояла втулка можно даже наметить кто там сомневается мелом потому что наша втулка должна должна попасть своим отливом вот этим пыптыком вот в это вот отверстие скобы смотрим попадет ли у нас вот таким вот образом чуть-чуть подвигаем там подвигаем там берем помогаем опять же чуть монтировкой провернуть немного втулку то есть подгоняем таким образом чтобы отлив попал в скобу можем даже для уверенности взять чем-нибудь подковырнуть чтобы он заскочил как-то как-то вот так так есть и собираем обратной последовательности мажем тут я уже конечно мажем шпильки я мажу негролом кто может мажьте графиткой у меня просто вот стоит негрол с кисточкой под рукой всегда кисточкой прошел помазал и готово так и наживляем низ сразу вверх до конца не закручиваем потому что тут у нас вот как видим резинка пружинит мажем сразу шпильку и тут с той стороны можем и внутри вот там видим ржавая кашу маслом не испортим так сказать надеваем гровер и наживляем прижимаем наживляем гаечку так ага так если чуть не хватает можем вверху чуть попустить и таким образом наживляем так все и все это дело закручиваем садим на место все не буду затягивать видео поэтому по этим стулкам по крайним все поправляем затягиваем затягиваем без фанатизма дабы опять не посрывать шпильки тут это самое главное так как я вам и говорил чтобы заменить вот эти втулки средние стабилизатора его надо снять полностью перед этим там с машины мы снимаем грязевой щиток пыльник двигателя откручиваем не помню сколько там 8 саморезов там элементарно все и тоже так же ключом на 13 откручиваем сам стабилизатор от лонжерона перед этим как я и показывал с теми шпильками замачиваем их хорошо чем-то какой-то откисающей жидкостью которую вы используете ВД-40 керосин солярка кто что хочет и аккуратно откручиваем дабы их не обломать сейчас я вам покажу как снять зажимаем таким образом в тиски смазываем обильно вот этот конец стабилизатора куда мы будем вытаскивать моющим каким-нибудь средством мыльным раствором чтобы это дело у нас хорошо скользило чтобы нам долго не мучиться таким образом смазали и начинаем прокручивать такими движениями прокручиваем вынимаем стабилизатор вынимаем таким вот образом в основном меня это дело когда втулки разбитые сильно то втулка разбитая стабилизатор выходит попроще тут у меня в общем-то на этом старом стабилизаторе втулка была в нормальном состоянии просто его заменили из-за того что у него с краю появилась выработка поэтому втулка сопротивляется и не сильно опускает стабилизатор вот сняли как я вам говорил тут у нас посмотрим как таковой выработки вроде бы и нету а на краях у нас выработка ну конкретная не то что пальцем на глаз видно сразу и с этой с этой стороны вообще в местах где стояли втулки стабилизатор выработался поэтому его и заменили так и теперь вынимаем саму втулку из этого из этой скобы кронштейна при помощи круглого напильника как когда-то я вам показывал извлекаем втулки реактивных тяг так же извлекаем мы вот эту втулку стабилизатора такими вот движениями вот так почему я рассказывал работаю напильником потому что он хорошо зацепляет саму втулку все втулка извлечена теперь как обычно как запрессовывали мы втулки реактивных тяг смотрим какая здесь поверхность если надо немножко проходимся этим напильником убираем зазубрины грязь смазываем нашим мыльным раствором смазываем новую втулку хорошо обильно смазываем откручиваем тиски на нужный размер наставляем втулку наставляем втулку сводим тиски при этом направляя ее направляя не спеша давая ей давая ей зайти на свое место так какая-то у нас попалась жесткая втулка так можем помочь тем же напильником направить втулку как видим не так-то в общем-то и просто продаются насколько я знаю уже готовые эти кронштейны с втулками у кого например поблизости нету магазина это надо сделать сейчас и сразу то можно вот так вот вот так вот помучаться и все это сделать помогаем молотком втулка у нас должна сесть вот до конца вот ее отлив таким же образом мы зажимаем перед заменой втулки когда снимали со стабилизатора ее зажимаем тиски сейчас зажмем с другой стороной зажимаем тиски берем стабилизатор ту сторону которую будем заводить смазываем хорошо и попадая во втулку заводим сам стабилизатор прокручивая его таким вот образом все это делаем потихоньку не спеша чтобы втулка у нас не вылезло вот и все на месте втулку подбиваем вот таким вот макаром есть вариант когда это вариант у кого есть сварка или же знакомый сварщик эти кронштейны два разбираем верхний тут у нас состоит из двух частей и нижний одеваем втулку на стабилизатор и собираем это все дело и потом прихватываем сваркой но можно сделать и так можно и помучаться на машине собрать но есть опасность того что мы повредим шпильки шпильки повредим потом уже у нас процесс восстановления будет сложнее ну вот как то так всем спасибо за внимание подписываемся на мой канал подписываемся на группы вконтакте оставляем комментарии до следующих видео пока Субтитры сделал DimaTorzok